Сегодня у нас достаточно интересный гость, достаточно легендарный батальон Айдар, который совместно с волонтерами решили рассказать, что сейчас происходит и на передовой, и в батальоне, потому что произошли некоторые изменения. Ваша подчиненность теперь относится к вооруженным силам Украины, насколько я теперь понимаю. Изменились ли правила, какие распорядки внутри батальона теперь? Ну, девочкам первым слово дадим Кате. Вы наблюдаете и такие связи делаете периодически в своих поездках, поэтому расскажите. Я хочу сказать, что я явилась таким поводом для проведения этой конференции. В этот вторник была встреча главы Муганской об администрации Геннадия Москаля с личным составом, командованием батальон Айдар. И нас, как людей, которые много знают о батальоне, давно поддерживают батальон регулярно туда ездят, нас попросили, волонтеров тоже попросили поприсутствовать перед этой встречей. Конечно, никто не приглашал всех волонтеров Айдара, их огромное количество. Просто представители всех разнообразных волонтерских групп, мы поехали поприсутствовать и встретиться с Геннадием Москалем. Значит, до этого были такие достаточно негативные выступления москалям по поводу Айдаром. Мы это все очень переживали. И мы, подковчане, и ребята, которые служат батальону. Поэтому возникла необходимость как-то обговорить нам все эти проблемы и принять какие-то решения. Значит, встреча происходила у командира батальона. Мы ходили отдельно от нас, мы не присутствовали, но нас познакомили с дежурцами. Значит, нужно сказать, что, ну, как бы, сошлись за то, что у всех у нас общие цели, да, у нас целью является сохранение мира и спокойствия на той территории Луганской области, которую сейчас контролирует Украина, спокойствие мирного населения на этой территории. Да, значит, поэтому, конечно, очень много, как бы, оснований для взаимодействия и взаимопонимания. Батальон выполняет свои задачи, военные. Это им не мешает, да, там, иногда помогать мирным, жителям, там, в общем, какие-то, что-то гуманитарные миссии выполняют. Они не могут влиять, да, там, существенно, на какую-то ситуацию такую социальную в области. Значит, и было нам сказано, что готовят совместное заявление Москаля и Питашника, командира Яра, значит, которые будут вскоре нам озвучены. Мы его все ждем, пока мы надеемся, что наша конференция будет принять, а то пока еще... Ну, да, смогли бы основные положения из этого... Да, мы пока его ждем. Ну, и хочется сказать, что батальон сам создавался, как такая вот основа для жителей Востока, да, значит, возможность защитить свою страну. Там, конечно, есть представители очень многих властей Украины, есть и Западная Украина, и Центральная Украина, и с Юга. Ну, очень много ребят, которые, по-моему, из Луганской области, очень много харьковчан. И поэтому очень такие десные связи батальоны с Харьковом, очень многие харьковчане волнуются за то, что происходит батальон. Ну, и поэтому мы решили провести эту пресс-конференцию, чтобы можно было донести какие-то мессенджи до нашей карты. Да, передадим слово Яне, которая не изменяет батальону и возит помощь только бойцам Айдара. Ян, расскажите, пожалуйста, как менялся батальон и что происходит сейчас. Здравствуйте всем. Ну, да, мы с батальона буквально не с первых дней, конечно, но где-то с июня месяца, с июня-мая прошлого года, с того момента, когда ушел случайно наш друг общий, и никто из нас волонтеров быть не собирался с этого батальона, но ушел друг, попросил помощи один, потом попросил помощи для двух своих друзей, потом их стало не двое, четверо, потом их стало не четверо, а десятеро, ну, и потом немножечко так, я за это ознакомилась со всеми, естественно, Айдару, да, практически не изменяю, но он мне тоже. Поэтому меняется все, меняются люди, меняется руководство, но Айдар распьется, то есть Айдар у нас как был, есть, будет. Некоторые говорят, что там не Айдар, там не Айдар. Для нас, для волонтеров, смена руководства, стали они в Сеуле, были добровольческим батальоном, на нас это не влияет. То есть для нас везде, где не стоит Айдар, там есть мы, мы там будем. То есть на данный момент, как бы, часто возникают вопросы у ребят, вы понимаете, что мы возим не только помощь туда, медикаменты, помощь, мы еще оказываем в том числе и какую-то моральную поддержку ребятам, и стали часто действительно задаваться вопросы по поводу нашего Харька. Вы понимаете все, что в Харькове происходить начало последнее время. Если раньше было оно тихо, то сейчас с каждым днем, ну, все неспокойно и неспокойно. Поэтому, как бы... Харьковчан тянет домой. Да, дело в том, что мы с своей группой стоим в одном и том же месте, собираем помощь, и люди знают, что там собираются помощь для Айдарова. И туда стали приходить Харьковчане, которые с нами с первых дней нам носят помощь, или которые новенькие подходят, и не спрашивают. Все, ну, просят помощь. И некоторые, даже очень много мужчин подходят к вам с вопросами, как попасть в батарею. То есть на эти вопросы мы тоже хотели бы найти ответы. То есть мы бы все-таки ждали, что батарею на Айдар немножечко станет шире и сможет оплатить все-таки большую территорию по своей работе. Вплоть до того, что мы бы хотели, наверное, видеть базу Айдара в нашем городе для своего скопуства. В том-то, Катя уже сказала, что очень много харьковчан действительно в батальоне, у которых есть семьи, у которых здесь дети. И вы поймите, что они не могут себя чувствовать спокойно на передовой, зная, что там то же самое у нас происходит и в нашем городе. Поэтому сейчас мы как бы хотели бы обратиться и к руководству нашего города, и, может быть, к общественности, чтобы все-таки люди поняли, что нам нужны здесь те люди, которые прошли войну, которые знают уже о войне, с терроризмом и с такими вещами, которые бы ставили тут все-таки на нашу защиту тоже. Крым для того, что присоединились к помощи тем батальонам, которые уже занимаются обороной города Фарково. Спасибо. Спасибо, Яна. Теперь очередь. Яна. Ген, пожалуйста, вы, как харьковчанин, расскажите, как вы себя чувствуете на передовой, понимая, что дома происходят взрывы. Ну что ж, я думаю, на диване лежат лучше. Я думаю, что это не очень приятно, как чувствую, привыкли. Довольно долго уже в батальоне, поэтому привыкли, не обращаясь внимания особого. Но тогда-да, это уже обыденность. Ген, может, поподробнее теперь, что изменилось со времен, когда батальон был добровольческим и сейчас переподчинили его вооруженным силам Украины? Ну, вы знаете, в прошлом летом, когда-то уже воюет год, ну, что лета есть выбрать, когда подходили в Луганску, когда окружали Луганск. Пока там не было еще вооруженных сил России, пока там не было очень много техники, так и все это было проще. Но потом стало разосложнее. Начали упираться, оказаться в середине. Много слуха, конечно, но я не могу сказать, что это не было никакого командования у нас совсем много. Много было порядка, не менее. Брали все на ура. Выходило. Стало сложнее сейчас. Ну, по всей видимости, все-таки перекармодирование должно было произойти. Состав ВСУ порядка стало больше, стало больше похоже на кадры разделения. Я думаю, что это только польза. Только польза. Когда ВСУ стало больше внимания обращать. У нас появилась тушенка, сгущенка в ВСУ. У нас появился какой-то там резерв, топливо. Обеспечение боеприпасами и вообще военном оборудовании. Я предлагаю вспомнить, какие города. Да, выбрали. Я знаю, что части металлисты, то есть те горячие точки, которые... Конечно, я или батальон. Батальон. Батальон участвовал в многих операциях. Ведь сейчас он всех тариатах, что занимает, участница Луганской, Луганской и Луганской, дальше. Вот. И, в принципе, по всему этому сектору. По всему этому сектору, по которому сейчас осталась операция, то есть все населённые пункты, начиная с металлистов, они Луганской, просто нас оттягивали постоянно. Держали за хвост, не давали. Не знаю, если бы дали тогда, может быть, всего бы этого не было. Потому что, я думаю, на коже могли пробежать и сквозь, 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 и сквозь. Сейчас сложнее. Давайте, хотелось бы задать вопросы Руслану по поводу того, что сейчас происходит на передовой. Насколько перемирие мирное? Мирным это перемирие очень трудно назвать. Огонь ведётся, в принципе, в одностороннем порядке. Со стороны правого перевода Исеевского конца и пытаются переправлять надёжными группами на наших блокпостах. Ведущий, опять же, пытается вести разведку боя. Получают достойный ответ, но, опять же, всё упирается в наличие достойного вооружения. И это перемирие, опять же, я говорю, оно, я так понимаю, касается только в одностороннем порядке. Мина выразился очень, хорошее выражение, держат за хвост. То есть, не даёт достойно дать ответ. Оно вроде как бы есть, но требует, мы же высоко подчиняемся. Поэтому нельзя, нельзя наблюдать. Только в случае в гости личной безопасности. А в каких-то локальных операциях, ну, я не генерал, не офицер, даже, может, там наши генералы сидят, может, они поэтому что-то глобально мыслят. Но, с места, ну, нет, никаких действий не предпринимается. Только всё, опять же, по моим личным наблюдениям, наличная инициатива. Ну, как, в принципе, как и добровольческие батальоны, волонтёры и передний край, где добровольческие батальоны держатся всё по большому счёту на личной инициативе и соблюдать разумные ураны между приказами, где-то держать золотую середину. Где-то так. Да, спасибо. Давайте перейдём к вопросам. У меня есть два вопроса. Для начала скажите, Руслан, наверное, у вас будет удобнее. Какая сейчас атмосфера в самом батальоне? То есть, вот после изменения, как бы, ну, все знают, там был в своё время конфликт. Какая на данный момент текущая атмосфера в батальоне? Какие настроения? Я вам скажу, опять же, на уровне, скажем так, сержантского рядового состава. То есть, наверное, разделение произошло на политическом уровне. Но ребята, которые стоят на счастье, которым заливают уши, что ребята, которые на иксах, на половинке нашей не сидят, ничего не делают. Соответственно, ну, с нами такие беседы не проводятся, но все прекрасно понимают, что все делают общее дело. И, то есть, приезжая на счастье, ну, у нас вдруг, опять же, на уровне рядового сержантского состава никаких вопросов нет. Хотя, ну, как бы, и в соцсетях, и в прессе читают, что, там, одни едут на других с оружием, там, предполагается, кровавые разборки, этого нет. Вот, все мы делаем все равно общее дело, и как бы это ни преподносилось на политическом уровне. Я понял. И еще один вопрос. То есть, вот сейчас, как бы, вот эти взрывы последние произошли, все, но, тем не менее, как бы, в Харькове все равно пока еще, и дай бог, чтобы это так и было, мир. И вот для тех харьковчан, которые, может быть, еще не определились, или, как сказать, ну, недостоверно своей позиции еще, просто как свидетель всех вот этих вот событий там, могли бы я что-то рассказать, какую-то, может быть, историю, вот какая вам запомнилась, какая вот засела в душу, так сказать. Запомнилась, запомнился мне отсутствие людей, вернее, уже притупленное, я возьму, в частности, случай за счастье, ну, это вот по отношению к мирному населению, мы, был минометный обстрел, а мы как раз заехали на склад ЛИЦЕ, заправиться, начинается минометный обстрел. И я наблюдаю следующую картину, то есть, ну, когда боец зато занимает какую-то позицию или уходит в укрытие, это один вопрос, то есть, ну, человек к этому готов. А когда идет минометный обстрел, обстрелят, ну, мины ложатся рядом с дорогой, на ТЭЦ едет автобус со сменой, навстречу едет такси, в автобусе, я обратил внимание, даже никто не присел. Мины ложатся порядка, там, 50-100 метров от автобуса, никто не присел, и велосипедист, который ехал навстречу автобусу, у него даже, ну, я так понимаю, не возникло, если там оставить свой велосипед, привлечь куда-то в укрытие, то есть, у людей атрофировано чувство самосохранения. И мне бы очень не хотелось, чтобы проходила такая деградация в моем городе. Это вот первое, и, ну, что самосильно я запомнилась. Спасибо. У меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на передовой, какое взаимодействие с другими подразделениями военными? И недавно в городе Счастье погибло четверо бойцов, трое из которых харьковчане, то есть, знали ли вы, дружите друг с другом? Ну, безусловно, безусловно, а есть взаимодействие, другого мы знаем, общаемся. Ну, что вам сказать? Снимодействие, конечно, оставляет желать лучшего, но оно есть уже. Раньше его не было. Я, опять же, при углублении, это было сверху. Раньше бы случай, а сейчас отступалось, что наступало. То есть, добровольческие подъемы держали фронт везде. Это касается, ну, это нашего сектора, но это касается всех секторов. Есть в зале, я вижу, кольцо Донбасса, я думаю, они подтвердят то же самое. Очень сложно было. Ну, сейчас уже в ССУ по признаку пришли люди, поскольку понимают, что они идут. Но сейчас с этим уже лучше, спокойнее. И, тем не менее, они нуждаются у нас в добровольческих батареях. Без нас, никуда. И, на самом деле, да, если сидим там где-то ближе к передку или на передке на самом. Ты думаешь о том, что произойдет здесь, что может произойти. Я бы, честно говоря, не хотел, чтобы это превратилось в фронт. Это, не дай Бог, не дай Бог, ехать там оттуда далеко. Это видим в полное время. А сделать здесь много все, что, поскольку я понимаю, в городе нет такой форматной способности, какую бы хотим. За это стоматично. Светим семьи. Что нужно сделать? Может, местным властям советы или какую-то программу совместно выписать с властями? Или, как в России, 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 хорошая, на самом деле. Как в России, извините. Ночью в городе нет ни единого милиционера. Во всяком случае, может, они достаточного скрываются, что мы выйдем. Мы, конечно, за ними не наблюдаем, но это в общем нет. Бойцу разного батарея. То есть в городе бывает, наверное, абсолютно не присутствие. Нет ничего. Насколько я знаю и... Нет, почему? Присутствие есть. Но там кого-то жутуга пива, понимаете. Матаром, это присутствие есть. Я не знаю, конечно. Это все на управне МГШ, на управне Министерства МВД. Все должно решаться. Не надо. Но мы бы, конечно, хотели помочь. В этом вопросе. Плоть до того, что там создалось какое-то подразделение, которое будет здесь. На базе чего угодно. Знаете, пусть это будет какой угодно батарею. Хоть с Марса. Пусть он защитит город. Батарея, он двигается. Без разницы кто. Понимаете, что мы хотим себя там, находясь там, чувствовать себя с какой-то. Свой год, а с своей семь. Мы говорим в данном случае о паре. Можно, в принципе, говорить обо всей Украине. То же самое. И приходит понимание того, что если произойдет то же самое в Харькове, то, что произошло в Славянске, а сделать они могут это гораздо лучше. Подготовившись, понимаете, то... Плоть до того, что Украина и война пройдет. Есть еще один вопрос. 057. Катерина, вы уже говорили о том, что были идеи формирования батареона Айдара, как это по Харьковской области. Были ли у вас какие-то обращения к высшим членам командования, чтобы создать... допустим, ДУК создался недавно 15-й день на запасной батареон, которые сказали, что нужно патрулировать вплоть до границ. Есть ли какие-то такие обращения, идеи и у Айдара? Насколько я понимаю, у командования батареона, у нынешнего командования батареона, была такая инициатива, я не присутствовал, не знаю. У нас инициатива такая была. Почему мне дают разрешение такого, я не знаю. Вот действительно, есть очень много людей, которые хотят прийти в батареон и слушать людей. Я говорю о Харьковской области. Я не буду перечислять по фамилии, но я могу сказать, что сходу, с самого 15 человек назвали, это только я. Как Натар? Как Натар? Я могу продолжить эту тему. Была беседа с командиром батареона, и он нам объяснил, мы поднимали эти вопросы, он нам объяснил следующее, что батареон устав в своем уме, он должен, это был компактного размещения, он должен находиться весь в одном месте. Это будет против закона, если он будет создавать какие-то базы где-то далеко от своего места расположения. Значит, для того, чтобы это было возможно, батареон должен превратиться в какое-то другое подразделение, полп или прибав. Значит, и основания для этого есть. Есть сейчас какое-то количество людей, есть еще люди, которые хотят присоединиться к батареону, поэтому сейчас рассматривается этот вопрос. И для того, чтобы это реализовалось, нужно не только желание сверху, чтобы это распоряжение, но он должен, конечно же, основываться на инициативе парьковчан, на инициативе местных гостей. Это, конечно, будет более умение, если это все будет, когда оформлено реализован. Еще вопрос? Яна, после перемирия объявленного, как ездить, отвозить, если все это не так, встали в зону, то стало проще, сложнее, возможно, что-то поменялось? Ну, немножко проще, конечно. Все равно, если раньше они приезжали, буквально каждую поездку услышали взрывы, слышали стрельбу, разрывы какие-то, летания оградов, не так близко, но попадали несколько раз, поэтому сейчас нам, кстати, стало больше. Но, опять же, не успели мы приехать, все тихо, не успели мы на 20 километров отъехать, уже наши друзья, которые мы приезжали, говорят, хорошо, что вы уехали, у нас уже стрельба. Поэтому мы тоже не сильно расслабляемся, и перед каждой поездкой бронежилеты дома не забываем, надеясь на то, что все-таки все будет тихо, но если мы не перестанем, хоть будет там стрельба, хоть не будет. Я на этот вопрос уже отвечаю в течение... Я езжу с июня, мая месяца прошлого года. Ни одного конфликта с моей группой, с нашими, не было ни разу. У нас было очень... Несколько раз у нас была тяжелая ситуация в дороге. За два дня до Нового года мы попали в сильнейшую бурю, причем, наверное, такого бурю я не помню за всю свою жизнь. У нас микроавтобус носила с дороги просто с моста, когда мы выезжали наверх, просто до того, что машина уходила просто влево на перила. Ну, буквально, прям после слова. Мы боялись, что мы просто не проскочим этот участок и нас просто снесут туда, в перила. И когда мы приехали на блоку с Купенска, видимость была просто нулевая. Ну, буквально нулевая. Там буквально от 3 метра была видимость, и нам мальчики говорят, оставайтесь у нас, у нас вывончик, вы переночуете, не идти дальше, потому что это опасно. Ну, так как мы уже были в Купенске и знали, что там через километр гостиницы, а мы остались в этой гостинице. Сколько я не езжу, нам предлагают даже на постах кофе. Никто у нас ничего никогда не забирал. Никогда сам практически не просил. Мы первые выходим с машины, говорим, мальчики, что вам нужно? Кто-то просит сигареты, кто-то чай, кому-то нужны новые перцы переработиться, потому что старые либо порвались, либо уже не сезон. Ни одного конфликта, ни на одном посту, с тем же самым верхутом, который стоит у нас на посту, Харьковский пост на ВСЖУЭВА, никогда никакого конфликта у нас не было. Я считаю, что все конфликты происходят все-таки не от тех, кто стоит на посту, а от вашего поведения. То есть, если вы не выходите с машины и не говорите, да что вы тут стоите, я с войны еду, ну, как это иногда бывает, это будет для того, что и волонтеры некоторые считают, что если они волонтеры, то они тоже должны проезжать чуть ли не без проверок, им должно быть какое-то отношение на постах. Если ты понимаешь, что они выполняют свою работу, ты выполняешь свою, ни одного конфликта, ни с моей группой, ни с группой моих друзей не было. Я хотела бы еще добавить, что очень часто мы ощущаем такую благодарность на стороны ребят, которые стоят на блокпосту, они когда узнают, что мы волонтеры, там едем в Байдар, или там в ДУК, или туда там едем, они, ну, как-то говорят, спасибо вам за это, там, какие-то слова хорошие говорят, это тоже мы ощущаем, это очень приятно. Ян, попутно, снова же вопрос, как поменялись нужды батальона, то есть, что сейчас вы возите, что возили, то есть, сравнить хотя бы те потребности? Не могу сказать, что меняются, меняются потребности от сезона. То есть, сначала был летний сезон, одни потребности, потом стал немножко зимний сезон, стали, естественно, другие потребности. Сейчас опять мы выходим на лето. То есть, опять потребности, в основном, глобальные от сезона. Одно время у нас присели питание, сейчас питание, потребление более-менее в порядке. Сейчас надо поменять опять мальчикам зимнее, поменять на летнее. Какие-то осветства уже тактические, такие, вплоть до того, что там перчатки, тактические уже очки от солнца. То есть, переходим только на такой. В принципе, ничего не меняется. Как возили мы прицелы, так и возим. Как возили мы обувь, так и возим. Как возили мы бинокли, так и возим. То есть, ну, уже, по крайней мере, уже потребностей все равно стало немножко так поменьше. Переподчинение батальона не отразилось на обеспечении, да? Я думаю, нет. Если, в принципе, вот у нас Айдар жалуется на плохое вооружение, то, думаю, если они все-таки меньше будут обращаться за вооружением к министерству обороны, обратятся к волонтерам, то мы как бы готовы даже помочь им с этим вопросом. Руслан, ну, здесь в тылу пребываю, мы не видим, что происходит на передовой. То есть, вы можете собственными глазами видеть, как перемирие влияет на ту сторону. То есть, насколько укрепился противник, готовятся ли они к наступлению или нет. То есть, это, как бы, достаточно актуально сегодня. Опять же, я, ну, отвечу на этот вопрос только со своей точки зрения. И, ну, сведения, которые, опять же, наблюдал, то, ну, по большому счету, вы все могли прочесть в интернете. И, ну, участки, на которых и бывали, и делали свою работу. То есть, ну, по большому счету, идет концентрация. Концентрация в бронетехнике, личного состава и, ну, совсем недалеко от переднего права их обучение. Да не обучение, даже, а боевое слаживание. Вот так вот. То есть, я, ну, ничего не скажу, можно говорить за отдельные блокпосты, за отдельные населенные пункты, но, в общем, картина, если говорят, что, если вывод на 90%, то общая картина такая же. Ну, вот, тенденция была, тоже, опять же, не для полу не секрет. Несколько обстрелов с тура было. Ребят, на счастье, с 92-й бригадой Розовик сожгли наше расположение, тоже умудрились на хорошую дистанцию отправить. Благо, обошлось без двух соток. Вот, то есть, ну, такое прощупывание идет, и стоят и наши уже не ватники, не шахтеры, не трактористы, а достаточно хорошие специалисты. Почерк меняется, и вы чувствуете, да? Это касается всего, и, ну, локальных каких-то встречек, и работы снайперов, и работы минометчиков. У меня еще один вопрос будет. Насколько активизировалось движение добровольцев? То есть, есть ли увеличение или, наоборот, уменьшение людей, которые хотят прийти в Айдар? Не отдел кадров, но по, судя по своим друзьям, их появилось очень много. Но ребята, которые служили в ИСУ, которые пришли еще со 2 марта в военкоматы, которых подправляли, кого войска, кого паранотряс, ну, в различные бригады, но была не дана моделизация первой главны. Ребята оборонялись. То есть, и, ну, по крайней мере, половина... Демобилизации, то есть? Демобилизовались, да. Половина тех, с которыми мы дружим и общаемся, очень многие обращаются и просят, ну, самого Исловичка, там, перед командиром, что, может, есть место в штатке. Хотят к вам вадать? Хотят, да, хотят продолжать защищать страну. То есть, те люди, которые отвоевали определенный период времени, они хотят вернуться уже к вам. Нет, они прекрасно видят ситуацию, но на данном этапе это не закончится, и если не решить это политическим путем, и вот, так нам все равно придется эту войну очень долго. Геннадий, у вас какое-то дополнение было? Да, ну, Пуслан рассказал практически о себе. Буквально месяц назад, где вернулся из ВСУ, вот назад пришел к доброволец, был призван в ВСУ. По приказу пришел на деньги, приехал в войну, заключил контракт, и будет воевать дальше. Вот такой показатель. И таких людей много. Еще такой очень наболевший вопрос насчет выплат военным. Соблюдают ли свои обязательства со стороны государства? Что вам сказать? Ну, было сложнее, сейчас проще. Просто, когда документация приводится в порядок, людей становят на учет, те, кто не стоят. По каждому отдельно осыпался. С добровольцами сложнее. Бывшая команда, скажем так, накосячила немного и было неправильно. Все дело в умство. Только вы за этим не следили, но обещали, что все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо. Оказалось, не все хорошо. Кто был понастойчивее, кто ушами не попал, кто сделал зимурию, а такие вот, как я, думали, что все будет хорошо и зависит. На сегодняшний день еще без зарплат. Есть такие люди. А вот, говорят, что разберутся, говорят, что уже принят за это надо пробурься. Мы верим, как бы пришли мы не за деньги воевать. Дадут, дадут, не дадут. Насколько легко сейчас снова же приняты определенные законодательные акты по поводу оформления участника бойцов АТО и боевых действий? Ну, не то, что трудно, практически невозможно. Так скажу, в нашем батальоне надо добиться, но это не откомандование батальона на самом деле зависит. То есть я считаю, что это какие-то высшие силы не дают подвигать эти вопросы. Оформление бумаги, я думаю, как бы несложно. Бумаги оформлены. Но так как их там подписывают или там люди подписывают, не знаю, потому что на умного следа по поводу итогов. Бумаги-то оформлены, но в батальоне я не знаю ни одного человека, который получил участника боевых действий. ВСУ, опять же, за знакомых, за друзей, которых массают, включая офицерский состав, который непосредственно был я напередки, никто не получил участника боевых действий. С чем это связано, не знаю, объяснить не могу, но зато среди работников МВД назвать это каждый второй. Есть еще вопросы? У меня еще есть вопросы. За последние полгода очень часто в связи с массовой информацией в основном мелькали вооруженность Украины, что были нафликты и проблемы с алкоголем. Есть ли проблемы на этой почве с алкоголем подравления айдар? Смотря, что вы подозреваете, с алкоголем проблем нет. Отдельные случаи бывают, потому что вы прекрасно должны понимать, что в любом подразделении всегда найдется либо любитель, либо профессионал. Если с любителями можно как-то слабить, то опять же, с тех, кто подразделения, которые стоят на переднем крае, там это непозволительно. Непозволительно в том плане, что это ты 200-ый, плюс твои товарищи все. И все это прекрасно осознают, и с этим вопросов вообще не возникает. Когда подразделения выводятся или на ротацию, или на боевое склаживание, на перевооружение, ну, естественно, там ребята позволяют себе расслабиться, опять же, каждый у меня расслабил здоровье и способности, но кто не поймал, тот не вошел, тихонечко отдохнул, запустил ее в спаде, это один вопрос, а другое это фестиваль. Это было редко, но было. Как вы указываете этот фестиваль? Яма. Достаточно сложно о самих себе рассказывать, да, есть специалист, который сможет дать экспертное заключение по поводу алкоголя. Вы можете, да, здесь оставаться, да, и рассказать. Я психолог, вот последний месяц работала как раз с батальоном Майдар. И по поводу алкоголизации в Майдаре, я хочу сказать, что по сравнению с другими подразделениями ВСУ, где я работала, она просто исчезающий мала. Я видела, когда очень жестко ругала командование какого-то применившегося в этом плане бойца, вплоть до того, что он просил, умолял оставить его в составе батальона, потому что у него уже отобрали оружие и уже как бы его просто выгоняли. И в основном алкоголизации нет, особенно на передовой ближе, там вообще совершенно замечательные ребята. Вы знаете, одно из подразделений, с которым я работала, хочу похвалить. Мало того, что они абсолютно не пьют, так еще и у них очень чисто, очень чисто, аккуратно. Полребята моют каждый день, это при том, что их позиция, на которой они стоят, она находится со 200 метров до сепаров и у них в общем-то какие-то огневые столкновения практически каждый день. Это очень такая дисциплина в этом плане вы дали в добровольческих батальонах выше, чем в обычных батальонах. А с чего цеповязываете? Я цеповязываю с тем, что по-первых... Потому что российское было. Хорошо. Я это связываю с тем, что во-первых, добровольческий батальон, это батальон, из которого можно легко уволить и убрать и просто люди, которые больны алкоголизмом, просто увольняют оттуда, убирают. Ну и вообще на самом деле Айдар из тех подразделений, с которыми я работала, они наиболее боевые. То есть больше всего боев прошло. Я не скажу, что совершенно сказочное состояние, потому что очень много потерь, очень много боев. но именно это повышает их ответственность и, видимо, те, кто бьет, они уже, в общем-то... А можно еще связывать с тем, что тих, кто в добровольческий батальон, они святом приходят, а тих, кто в село Украины, они не знаю, я не буду в процентах органов примусовых повестных, по-моему, так же. Это тоже играет свою роль. Это тоже многом играет свою роль. И они именно хотят, они именно желание защищать родину. Представьтесь, пожалуйста. Елена Григорьева психолога. Спасибо. Бойцы могут подтвердить, что вы сказали. Было. Правда. Занятия проводились, занятия, беседы проводились неоднократно, но и само общение. Симпатичная женщина, я помню, все очень не волководие и... Есть еще вопросы? Вы говорили о том, что есть передвижение, есть концентрация техники по количеству. Есть ли тенденция к увеличению или же это одни и те же, или же все-таки где-то проходят, где-то стягивают что-то? Я вам не могу таких данных дать по той простой причине, что я даже не офицер и просто на ваш взгляд я не располагаю такими данными и тем более оперировать цифрами я не имею права. Спасибо. У нас просто есть представители ОБСЕ, которые могут зафиксировать ваши слова. Продолжение следует... У них политика не вмешивается, а только собирают данные. Будем надеяться, что они фиксируют. Фиксируют. Если нет больше уточнений, я задам единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько вы могли бы охарактеризовать боевой дух сейчас? Перемирие просто накладывает свои отпечатки. За время перемирия что-то поменялось у ребят с желанием воевать и защищать Родину? на моей памяти это уже четвертые годы перемирия. Мы не верим в то, что ничего дальше не будет происходить. Но я думаю, что они продолжат свою политику, свою зоопатическую деятельность. Мы ждем. Мы ждем. Вы готовы? Нет, мы готовы. праздник 9 мая готовятся победу. Мы постараемся достойно ответить. Мы готовы. Мы ждем. Спасибо вам большое. Я еще хотел бы сказать буквально у нас было волонтера наших любимых пациентов. Без них мы, конечно, было очень сложно, потому что бегали буквально солдат технику сахты в каких-то 70-х годах железные гаски как-то у нас все есть. Благодарим у нас все есть. есть даже я вам это скажу если допустим ночной длиться мы не отъедим никому это моё то у нас избыток есть. Бывает избыток с продуктами буквально там 2-3 дней назад полтонной лая на пол что сделать во время перемирия реально отридаем какие-то длиться будут есть. Есть избыток продуктов и мы не пиаримся но могу сегодня сказать что это разводится по детским домам и школам и больницам то есть такая деятельность ведется если кто-то из них захочет сказать нам спасибо чтобы об этом услышать то есть мы мы реально не не как жар кто-нибудь это мы стараемся помогать честно говоря я слышала не только вы а и другие бойцы стараются если не ну им достаточно продуктов отдавать местным которые испытывают в этом необходимость поэтому спасибо вам большое если нет больше вопросов мы отпустим наших бойцов для того чтобы они пообщались с родными и близкими когда полк айдар когда полк айдар когда полк мы хотим чтобы полк и бригада и дивизию хотели бы превратиться но все это зависит от командования наверное которая восседает в Киеве мы ждем мы ждем мы готовы принять новых бойцов желающих желающих очень много с кем вы не поговорили но каждый назовет несколько человек своих друзей и знакомых которые хотели бы прийти именно на вайдар и вайдаре остаться спасибо